Итак, доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Бонжур, хеллоу, шалом из святого города Иерусалима! Значит, мы начинаем наш традиционный урок Тора. Сейчас со временем путаница небольшая. Сейчас 10 часов по Киеву и 11 уже часов по Иерусалиму. А по Москве сейчас 11 тоже. То есть урок будет теперь во сколько? В 10 по Киеву. Мы продолжаем проводить в 10 по Киевскому времени, вот так, чтобы было удобно. То есть мы ориентируемся на Киевское время в 10 по Киеву, в 11 по Москве и в 11 по Иерусалиму будет теперь урок. Очень удобное время. Все, договорились? То есть отметьте себя, пожалуйста, в ежедневниках, в дневниках, в календарях, в тех программах, которыми вы пользуетесь, что урок теперь в 10 по Киеву, в 11 по Иерусалиму и в 11 по Москве. Да? Хорошо. Итак, значит, сейчас мы смотрим, комментарии будут отображаться здесь. Шалом всем, Лилия Берман. Всем шалом. И мы продолжаем изучать святую Тору, которую нам дал Бог на горе Синай через пророка всех пророков Машера Бейну. Все, Машера Бейну, как говорится, Аллава Шалом, мир на нем. И мы будем сейчас изучать книгу Мишли. Книгу Мишли написал еще один пророк, царь Соломон, Шлома Амеллах его звали. И он тоже был пророк. То есть пророк это человек, у которого был как Wi-Fi, который в духовный мир заходил и видел, что там есть в духовном мире. Только не видел, а воспринимал. То есть духовный мир, он отличается от материального, что там нет материальности. Там какая-то другая система. И пророки, они могли заходить вот туда и воспринимать оттуда информацию. И потом эта информация в их мозге превращалась в понятные какие-то образы. И эти образы пророки потом передавали словами людям. И царь Соломон, он брал эти образы и запаковывал их в понятные для людей того времени, он писал 3000 лет назад, примеры. Которые на тот момент были всем людям абсолютно понятны. И вот они, ну все его понимали с полуслова. А нам приходится с помощью мудрецов следующих поколений эти примеры переводить на понятный нам язык. А я сейчас пытаюсь это перевести на русский и добавить еще примеры из нашего времени. Понятно, да? Хорошо. Значит, мы дошли до того, что в прошлом отрывке мы закончили тем, что точно сказал нам царь Соломон. Он нам точно сказал, прямо сказал, руку даю, что зло не очистится, будет зло наказано. А семя цадиков, семя людей праведных, то есть семя потомства праведных людей, которые за Бога, оно спасется. Это прямо обещание Бога, поэтому мы радуемся. Цадик – это тот, кто праведник, это тот, кто для себя в системе координат поставил повеление Бога на первое место. То есть если ты себе говоришь, я живу, как Бог сказал, то есть добро – это добро, зло – это зло, я ничего не выдумываю. Если мне даже хочется сделать то, что Бог сказал, нельзя, я не буду делать. Это называется праведник. Теперь 22-й отрывок нас углубляет в эту тему и дается нам такое интересное сравнение. Царь Соломон дает очень красивую метафору, очень красивую метафору. Он говорит так. Незем – это кольцо такое. Были раньше очень модные такие золотые украшения, вот если мы в древности посмотрим, и мужчины одевались, и женщины. То есть есть деньги, чтобы показать, что у тебя есть деньги, надо было купить много золота, и все это золото отец на себя. Самые богатые цари, они себе делали такую корону на голову, такая металлическая золотая шапка, и в эту металлическую золотую шапку они вставляли еще такие стекляшки, типа бриллианты, драгоценные камни, чтобы все сразу понимали – это цари. И в руку они брали еще одну такую, у них был стипетр такой, тоже такая золотая штука такая, как булава, еще какой-то шарик золотой они иногда в руку брали. Сидели, то есть обвешанные золотом все, то есть чем ты круче, тем на тебе должно было быть больше золота. Теперь, говорит царь Соломон, если мы возьмем Незе в золотое кольцо, какой-то красивый золотой браслет, и мы раньше в какие-то эпохи золото даже вешали на нос, сейчас опять это начинает возвращаться, я видел мужчины сходят сейчас с золотыми кольцами, но это было всегда, то есть в какие-то периоды мода такая, и уже некуда было вешать, в уши вешали, на шею вешали, на пояс вешали, но надо было и на нос повесить. И вот, значит, было такое украшение, слава богу, что это не стало модным, если бы это стало модным, если бы сказал, например, Карл Ладерфельд, что надо было кольцо в нос вставлять, так сейчас бы полмира ходило бы с кольцами. Модно, что делать, все бы сделают, входят же в порванных джинсах, так и с кольцом бы ходили. Я думаю, кольца еще придут, подождите, потому что мода же должна каким-то образом создавать новые предметы, которые надо продавать, чтобы деньги зарабатывать. Я вам, вот запишите мои слова, в ближайшие пять лет будет модно кольца, все будут ходить с кольцами. Уже некоторые ходят, самые передовые, но скоро это будет повальная мода, это будет очень повальная мода, кошмар вообще, да. Но это было уже, и раньше женщины носили красивые золотые кольца. И говорит нам царь Соломон, золотое кольцо в носу свиньи, как золотое кольцо в носу свиньи, так же женщина красивая в саратам. Что такое саратам? Саратам это нету, у нее безрассудное, так переводят на русский, безрассудное. Значит, есть свинья с кольцом, представьте себе, свинья с кольцом в носу, золотым, и вот женщина красивая, но безрассудная. Говорит нам царь Соломон и мудрецы, которые его объясняют. Кольцо золотое в носу свиньи не украсит свинью, оно наоборот сделает так, что это кольцо, свинья, она своим носом лазит в помоях, и тогда получается, что это кольцо не только оно свинью не украсит, оно свинью еще сделает более, свинья это кольцо оно испортит, оно будет все в отходах и так далее. Так женщина красивая, казалось бы, вот она красота, вот все, этого достаточно, все стремятся к красоте, и как будто бы красота для женщин это самое главное. Он говорит, нет, красота для женщины, если она не сочетается с хорошими качествами характера, это как золотое кольцо в носу свиньи, красота сама по себе, она ничего не стоит. Понятно, да идея? Что если женщина красивая, но она подлая, она с плохим характером, она завистливая, она плохо относится к людям, то тогда ее красота только, это как золотое кольцо украшения в носу у свиньи. То есть ничего оно ей не дает. Человек это прежде всего его поступки, его отношения к другим людям, это самое главное в человеке, не его внешняя оболочка, не его красота, а то, какую пользу он приносит людям, как он к ним относится. Если это человек, это красивая женщина, красивая женщина, кстати, интересно, внешняя красота, она показывает красоту души, красоту вот этой животной души. То есть внутри есть вот этот нефе, животная душа, и если она, эта животная душа, она гармоничная, то есть она как программное обеспечение, хорошее, оно выражается в красоте тела. Но дальше есть еще у человека внутри, есть еще одна душа, которая называется намерение. Намерение человека это то, что он хочет, его желания, его цели. Если намерение человека приносить зло людям, если намерение человека плохое по отношению к людям, то тогда вся его сущность, она поворачивается в сторону зла, он становится злодеем. Если намерение человека приносить пользу людям, то тогда даже его внешняя некрасота были люди, которые великие, праведники, мудрецы, они внешне были не очень красивые. Возьмем даже, вот посмотрите, если мы возьмем одного из самых таких хороших, добрых людей, которых я знаю, Ник Вучич. Он без рук и без ног, он маленькое такое туловище, которое в принципе сказать, что он красивым, у него одна там такой палец какой-то внизу. Но его настолько стремление приносить пользу людям и его добро, которое он хочет сделать людям, настолько велико, что он прекрасен как личность, он его все любят, он веселый. Он хочет, он не просто веселый, он хочет постоянно всем поднять вокруг себя настроение. Он реально, вот он, его как бы задача людей вокруг себя поднять, усилить, посмешить, повеселить. И получается, что он прекрасный человек, его все любят. Есть другие люди, кого же можно привести такого, чтобы был красивый, но все его ненавидят. Возьмем кого-то, кто у нас есть красивый или красивая женщина, которого все ненавидят. Ну, может быть не ненавидят, но можно привести такой пример. Ну, ладно, не буду, на плохого не буду, вы сами найдете. Есть очень красивые люди, которые всех ненавидят, потому что они плохие люди, подлые, злобные и так далее. Один из комментариев я нашел, который вот здесь, который еще чуть-чуть делает намек, здесь еще более глубокая метафора. Здесь говорится, когда говорится про женщину красивую и безрассудную, некоторые комментаторы говорят, что здесь есть намек на мудреца Торы, который по качествам своим плохо относится к людям, некрасиво разговаривает, невежливый, нездоровается. Первый, как был Рабан Йоханан бен Закай, который был глава еврейского народа во время разрушения храма. Про него сказано, как одно из его определений, одно из его определений, что он знал всю Тору, он был самый великий мудрец. Но второе то, что про него говорится, что не было человека, который успел бы ему первый сказать шалом. Он первый, самым простым людям он успевал всегда первым поздороваться и пожелать человеку здоровья. Когда говорят здравствуйте, шалом, это желают здоровья. То есть это было определение великого мудреца, который был по-настоящему Рабан, это как самый великий в Торе человек. Теперь, ну есть случаи, когда мудрец Торы, он начинает вести себя высокомерно по отношению к другим людям, когда он начинает там с ними плохо относиться. В этот момент, говорит Талмуд, скажут люди, ой, скажут люди тому раввину, который его обучил Торе. То есть позор его учителю, что он его научил Торе, но не научил его красиво разговаривать с людьми, быть добрым и быть с хорошими качествами. То есть это мы в 22-м отрывке выучили, что главное в человеке это его качество, его качество, его доброта, его отношение к другим людям. Дальше, 23-й отрывок нам объясняет, что это значит. И говорится в 23-м отрывке так. То есть получается, что цадик, он определяется направлением его главного желания. То есть у каждого из нас есть внутри, вернее не так, большинство людей внутри не имеют четкой страсти. То есть большинство людей они живут в режиме реагирования на внешний мир. То есть есть вот большинство людей там 90%, 95%. У них нет внутреннего стержня и они все время реагируют на внешний мир. Если вокруг них добрые люди, хорошие люди, цадики, праведники, они живут по этим правилам. Если вокруг них есть мисс Герретт, есть система обучения, школа, институт, работа, они вписываются в эту систему и прекрасно в ней живут, потому что они, большинство людей, они заточены быть ведомыми и они ищут лидера, они ищут систему, которая бы ими управляла. Теперь есть люди-злодеи и праведники. То есть это две крайности. Праведник это человек, у которого есть вожделение, таава цадитим ахтов. У него есть большое сильное вожделение, желание такое, таава это как вожделение, к добру, к Богу, к какой-то вот духовной святой цели, да, приблизиться к Богу, стать еще больше праведником. То есть у них есть этот стержень. Их стержень идет и кто как добру, а так как Бог это добро, и у него всегда есть чем заниматься. То есть у цадика, у него всегда, всегда есть прям вот каждую секунду жизнь его наполнена, и что бы вокруг ни происходило, он все время еще ближе приближается к Богу. И когда все хорошо, он еще больше приближается к Богу. Когда все плохо, он, написано в Перте, вот мы учили, Липум Цара Агра, чем больше страдания, тем больше награда. И он, преодолевая огромные сложности, он еще больше служит Богу, получая от этого еще больше рост. Потому что чем ты в более сложных условиях, тем ты сильнее растешь. Это как в спорте. Чем больше ты штангу поднимаешь, тем тебе тяжелее, но тем больше растет твоя сила. То есть идет развитие, рост через преодоление. Поэтому цадик, у него в любом случае он доволен, счастлив и растет. Теперь тиква трешаим эвра. Тиква это надежда, это есть вожделение, а есть надежда. Значит, вторая крайность это злодеи. Злодеи это те люди, которые служат злу. Что значит служат злу? Это значит, что они добро отодвинули. Они сказали, то что Бог назвал добром, вообще сам по себе Бог, я это отрицаю, сказал злодей. В этот момент он становится злодеем. Бог сказал, нельзя воровать, я буду воровать. Бог сказал, нельзя обманывать, я буду обманывать. Бог сказал, что он сотворил человека по образу своему, а я говорю, что человек произошел от обезьяны, и люди вокруг обезьяны, и я обезьяна. То есть злодей это тот, кто делает зло по системе координат божественной, и который отрицает божественную систему добра. Понятно, это злодей. Но злодей, он, потому так и называется, это такой персонаж, у которого активный такой злодей. И у него есть много своих надежд. То есть злодеи, они очень активные в мире люди. Причем говорят, есть такая фраза, что для того, чтобы зло победило, нужно, чтобы хорошие люди просто ничего не делали. То есть 2% общества, это есть такая статистика, 2% объединенных людей, если они объединены одной целью, могут изменить все общество. Например, мы возьмем 2% жителей России, например, в России 140 миллионов. Если 2 миллиона объединиться, 2% это 3 миллиона. 3 миллиона человек. Представьте себе, какая сила. Если 3 миллиона соберутся, вся российская армия, например, это 500 тысяч человек. Если 3 миллиона злодеев, например, соберутся вместе, и они пойдут, они затопчут просто армию. Если 3 миллиона праведников объединятся, они могут, ну представьте, 3 миллиона пришло в Москву и говорят, все, будет добро. Ну, к примеру, да, я говорю, что 2% активных людей, объединенных одной целью, могут изменить все общество. Так теперь злодеи, они очень активны. Почему? У них нету грядущего мира, у них внутри зло, они постоянно несчастливы. И поэтому злодеи в этом мире, они активнее, чем люди добрые. И получается, что ожидания злодеев, их мечты и так далее, они, говорит царь Соломон, нам говорит, они эвра. Слово эвра проводит, есть тут 2 объяснения, что такое эвра. Первое объяснение, они проходят. То есть их иллюзии, они все равно рушатся. Они эти иллюзии, они что-то строят, выдумывают, но по итогу у зла, у него нету силы в этом мире. То есть зло это как темнота. Темноты что же нету? Темнота это отсутствие света. То есть когда нету света, приходит темно. Когда свет увеличивается, темнота исчезает. Поэтому зло само по себе, оно не имеет, оно не настоящее. Это как темнота. Но поэтому первое объяснение, их иллюзии, их вот эти вот иллюзорные замки разрушаются. У злодеев, как когда-то, ну самый яркий пример на нашей памяти, это Гитлер, чтобы стерлось его имя, человек, который захватил власть, маленькая кучка злодеев, их было там в начале 10 человек. Они захватили, потом они расширились, потом они захватили власть. 90% людей, как я уже говорил, они идут за лидерами. Вот появилась там куча маньяков, таких уверенных злодеев. Небольшая кучка такая, прям небольшая кучка. Потом эта кучка захватила власть. Люди за ними качнулись, потому что вроде как, знаете как, у зла нет ног. Зло для того, чтобы властвовать, зло используют обязательно добрые лозунги. И он использовал разные добрые лозунги, как коммунисты, когда революцию сделали, тоже использовали добрые лозунги. Но внутри это было конкретное зло. Их зло, они планировали править в мире тысячу лет. Они строили тысячелетний рейх. Это у них называлось. И вот их воздушные все замки, тысячелетний рейх, захватим весь мир, там и так далее. И продержались они ровно 12 лет. Через 12 лет от них даже следа не осталось. И сейчас тот, кто пытается в Германии, например, там где они были, даже просто их вспоминать, его садят в тюрьму, потому что те же немцы, которые тогда их поддерживали, 90% их поддерживало. Сейчас там 99% против нацистов и так далее. То есть, первое, что надежда злодеев, она пройдет и рассыпется. Второе значение в 23 отрывке, надежда злодеев, евра, это вызывает гнев у Бога. И второе значение слова евра, это гнев, причем вот эпидемия, это тоже гнев. Получается, надежда злодеев вызывает у Бога гнев. Вот такой вот 23 отрывок нам дает, дает нам такое понимание, что в мире происходит. Цадик, он вожделеет добро, и он всегда получает добро, потому что все, что с ним происходит, это добро. Для праведника злодей, он надеется все время на свои какие-то воздушные замки, он хочет делать людям зло, он завидует, он хочет обязательно у кого-то что-то забрать. То есть, все планы злодеев, они потому и называются злодеи, построены на том, что у кого-то что-то забрать, с кем-то повоевать, с кем-то поругаться, с кем-то посудиться, кого-то убить, кого-то посадить, кого-то сделать виноватым, это все вот поэтому он злодей называется. Такой способ жизни, он приводит к разрушению в этом мире тоже. Ну, естественно, у злодея нету грядущего мира. И последнее, давайте закончим на позитивном отрывке сегодня, позитивный отрывок, очень хороший есть позитивный отрывок, звучит он так. Еш мифазер веносаф от, вехосех миашер ахли максор. Здесь он переходит совершенно в другую плоскость и говорит нам, говорит нам следующую вещь. Есть люди, у каждого человека есть разные качества. И в любом качестве есть две крайности. Вот есть крайность быть жадным, есть крайность все разбазаривать. Есть люди, которые все тратят, вообще даже то, что у них нету, есть люди, которые даже у них есть, но они очень жадные, они все зажимают. Это две крайности. Есть нормальные люди, которые, которые, когда надо, тратят, когда надо, экономят, когда надо, то есть у них это норма. Но есть две крайности, да. Теперь, говорит нам царь Соломон такую вещь интересную. Есть мир, он устроен очень интересно. Есть, который все раздает, все тратит, что у него есть, а ему добавляется. То есть это парадоксальная вещь. Человек дает, там много помогает, дает сдаку, дарит всем подарки, он там разбазаривает, покупает на последние деньги, на последние деньги покупает, там какие-то дорогие вещи, а ему все прет и прет. А есть, которые он все экономит, 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 собирает. Он такой жадный, и только у него к недостатку это идет. То есть он нам, царь Соломон, показал, что две эти крайности, они выводят человека в, из нормы, они выводят человека в какие-то совершенно тоже непонятные ситуации. Давайте посмотрим в жизни, как это работает. Я вспоминаю одну историю. У меня есть один знакомый, он очень богатый человек и очень добрый. Очень добрый, очень богатый. Он всем вообще раздаривал подарки. Он, ну, такой вот прям, человек, который все раздавал. Но он при этом был настолько богатый, что у него было там на пите его богатства около 300 миллионов долларов. То есть он настолько... И он рассказывал, как он эти деньги заработал. Это было очень интересно. Там был один, только я приведу пример, такой нюанс. Значит, он начал строить какой-то огромный объект. И он на этот огромный объект, он занял деньги, он дал кому-то сразу долю, чтобы мы выделили землю. То есть все это было сделано на, ну, такая иллюзорная какая-то комбинация, но началось строительство огромного объекта, реального объекта, огромного объекта. И у него в какой-то... Это было начало 90-х годов. В какой-то момент у него закончились деньги, и дальше он строить не может. А объект еще не построен. То есть получается, что если сейчас не добавить денег, то тогда все, что было до этого вложено, все потеряется. Ему кто-то говорит, что есть люди, бывшие граждане Советского Союза, которые уже много лет жили к тому моменту в Америке, которые готовы под проценты занять деньги, под большие проценты занять деньги, там крупную сумму несколько сот тысяч долларов нужно было для того, чтобы продолжать это строительство. Значит, и он приезжает со своим помощником, приезжает в Нью-Йорк, прилетает, а у них из денег всего 300 долларов было. 300 долларов. И этот помощник говорит ему, давайте, говорит, снимем себе гостиницу за 50 долларов, и все. Он говорит, нет, говорит, мы не будем жить в гостинице за 50 долларов, мы снимаем гостиницу за 300 долларов, потому что мы встречаемся, почему мы должны за 50 снимать. Тот говорит, ну у нас же всего 300 осталось. Он говорит, ничего, снимают они гостиницу за 300 долларов, приходят эти люди, они, ну хороший номер, хорошая гостиница, Нью-Йорк, заходят эти люди, которые потенциальные их инвесторы, и он рассказывает, что он в это время был, там где-то он в ванной был, или в каком-то месте, но он не был в комнате. И он услышал, как они между собой сидят, разговаривают, и, а это же все, это гостиничный номер, а он такой человек, очень, очень, знаете, такой, ну вот, быстро такой, вот он все делает, такой, очень быстрый, ну не очень организованный, назовем это так. Он даже не мог на компьютере работать, он был мультимиллионер, но на компьютере он не умел работать. И он такой неорганизованный, все вот такое вот, и он слышит, они разговаривают, Там его вещи были разбросаны, и один другому говорит, смотри, вон его трусы валяются, Версачи, он говорит, есть у него даже трусы Версачи, он человек богатый, реально, человек бедный не будет себе трусы Версачи покупать. Я думаю, что давай ему дадим деньги, все будет хорошо. Они ему заняли там эти сотни тысяч долларов, он закончил этот объект, стал очень богатым и так далее. То есть по логике человек, который так разбазаривает деньги, он не должен быть богатым. Но царь Соломон нам говорит, 24-й отрывок, ешь, он не говорит, что так правильно себя вести. Он говорит, есть мифазер венусав от. Есть такое в жизни, такое в мире бывает, что есть человек, который мифазер, он все раздает, все разбрасывает, ему все время добавляется. Тут, кстати, интересно, есть закон Торы такой, что мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Если ты такой вот широкий, да, то ты всем даешь заработать, ты всем даешь деньги, подарки и так далее, Бог тебе тоже может давать. Но это не закон. Еще раз очень подчеркиваю. Начинается этот отрывок словом есть. Такое встречается. Это не правило. Теперь, вы есть хосек, есть тот, кто зажимает и у него только недостаток. Здесь примеров вы знаете много. Я уверен, что у каждого из нас есть множество знакомых, которые считают каждую копеечку, которые очень сильно экономят и у них нет никакого шанса разбогатеть, потому что при таком подходе к жизни ты не можешь разбогатеть, у тебя не вырастет. То есть у них, они настолько все считают, каждую копейку, что у них, ну, неоткуда взяться. Просто неоткуда взяться. А экономя по три копейки, то ты не можешь разбогатеть. Понятно, да? То есть, но Тора нам советует найти золотую середину во всем. Не быть крайность там, не быть крайность там, а быть умным человеком, который в нужный момент, в нужный момент делает правильно. Хорошо. Все, друзья. Удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня. Значит, сделайте, пожалуйста, свои выводы из сегодняшнего урока. Сделайте для себя какой-то личный вывод. И еще раз, сейчас очень важно, мы уже учили в 11 главе отрывок, что не поможет имущество в день, когда Бог гневается, в Эцдака Татсильм и Мавет. Милосердие Эцдака спасает от смерти и лучшая защита для человека в тяжелый период, когда у мира тяжелый период. Это добрые дела, это хорошие качества, это добро по отношению друг к другу. Поэтому, если вы хотите иметь хороший иммунитет и чтобы этот вирус, который на вас никак он не мог к вам проникнуть, то есть царь мира, Бог, вот это на нем корона. Делайте то, что Бог говорит, делайте, все будет великолепно. Все, удачи, успехов, здоровья мира, шаббат, шалом. Всем шаббат, шалом, кто соблюдает шаббат, кто шаббат не соблюдает, вам хороших выходных. Все, удачи, успехов, всем пока.